Неправительственная организация по правам человека в Гагаузии провела исследование по поводу прозрачности и доступа к информации государственных предприятий и примарий автономии. Директор центра отметила, что в Гагаузии практически ни один населенный пункт не имеет сайта для размещения информации по принятым решениям. Центр права человека уже провел некоторое исследование в том, насколько наши органы местно-поличной власти открыты к тому, чтобы принимать решения и информировать о предстоящих решениях. Из 26 примарий Гагаузии, скажу, что только около пяти имеют свои собственные сайты и что-то размещают там. Небольшой опрос населения, проведенный в городе Камрад, показал, что люди мало информированы о тех решениях, которые принимаются местными властями. Я не читаю. Сайты не читаете? А телевидение? Смотрите телевидение? Нету времени смотреть телевизор. У нас 3 места работают дома. Ну так, не смотрю я. Я обычно захожу в Гагаузии и смотрю все, что мне нужно. Ну да, по большому счету оттуда. Новости по телевизору редко мы смотрим. По телевизору, по газете. Больше по телевизору? Да. А сайты? Сайта у меня нет. А-ТВ. И это вот чекарно было. Было раньше у меня. У меня провод там порвался, кабель. И сейчас сыновья сказали, будут делать. И я знаю, что встаю 7 часов. Ну я встаю и раньше, но 7 часов кормлю у меня хозяйство. Потом раз и смотрю все-все. У меня Гагаузского телевидения, к сожалению, дома нет. И мне приходится все узнавать через интернет. Все по телевизору. Ну единственное, конечно, иногда газеты. Но в основном все по телевизору. Директор Центра по правам человека Светлана Миронова также отметила, что наиболее активны сайты трех городов автономии. На этих сайтах кое-какую информацию еще можно найти. По ее словам, не может общественность принимать участие в решениях каких-либо вопросов, не имея доступа к информации. Наиболее активны это Камрад и Чедролунгасу, конечно, мы, естественно, это как города. Большинство сел не имеет никакой информации, которая может побудить местное сообщество к процессу принятия прозрачности решений. Прозрачность принятия решений, касающихся общественной жизни, очень важна. Она необходима для того, чтобы публичные лица, принимающие важные резолюции, уведомляли общественность о своих действиях и давали возможность людям проанализировать, обсудить их. И если намерения местных органов власти отвечают требованиям и нуждам общества, одобрят предлагаемые заключения, и только после этого данные решения должны притворяться в жизнь, отмечает директор по правам человека Светлана Миронова.